Это видео Называется самый страшный Телефонный разговор 20 века Произошел он 26 апреля 1986 года В день крупнейшей техногенной Катастрофы за всю историю Человечества Аварии на Чернобыльской атомной Электростанции От самого взрыва погибло только 2 человека От острой лучевой болезни 50 От иных последствий Гораздо больше В 2006 году Всемирная организация здравоохранения Оценила общее количество Жертв трагедии В 4000 человек Это те, кто уже умер Или может умереть в будущем Другое фатальное последствие Это от 100 до 200 тысяч абортов Сделанных из страха Развития мутаций В 1986 году Многие беременные женщины В Европе боялись Что выбросы Чернобыля Приведут к уродствам их Еще не рожденных детей Об этой трагедии Снимают фильмы и сериалы Пишут книги До сих пор идут споры Об истинных причинах аварии Мы же сегодня разберемся В легендах Которые сопровождают Эти события И попытаемся узнать Что же на самом деле Таится в зоне отчуждения Правда ли, что там живут мутанты В каких древних пророчествах Говорилось об аварии на ЧАЭС Может ли облучение радиации Сделать человека Бессмертным И правда ли, что человечество Спасло НЛО Привет, меня зовут Ти И я обожаю собирать жуткие истории Городские легенды И мистические теории Я приглашаю тебя прогуляться В мрачные закоулки Туда, где ткань реальности Особо тонка И через нее можно заглянуть Прямо в бездну А чтобы не пропустить новые выпуски Подпишись на канал прямо сейчас И поставь колокольчик Так тебе точно придет напоминание Смело следуй за мной Но помни одно правило Не оборачивайся Существует несколько текстов В котором приписывают предсказания Чернобыльской катастрофы В откровении Иоанна Богослова Книги Апокалипсис Сказано следующее И упала с неба большая звезда Горячая, подобно светильнику И пала на третью часть рек И на источнике вод Имя сей звезде Полынь И третья часть вод Сделалась полынью И многие из людей умерли от вод Потому что Они стали горьки Что за полынь? Как она может отравить Сразу столько рек? Все дело в том, что Чернобыль С украинского переводится Как раз как полынь Другое предсказание Об аварии на ЧАЭС Приписывают Нострадамусу Одно из его четверостищей Четко указало на события Предшествовавшие этому Лик Сфинкса Откроют на Красной планете Что многие беды Народам несла Через 13 лет Прибудет комета И пять новых бедствий Уносят людей Так называемый Лик Сфинкса Открыл Американский Космический корабль Викинг На поверхности Марса В 1973 году А спустя 13 лет В 1986 году Земле приблизилась Комета Галлея Через две недели После максимального Сближения с Землей Призошла авария На четвертом энергоблоке Атомной электростанции В Чернобыле Видимо Это и было Одно из пяти новых бедствий Которые Как предсказывал Нострадамус Унесут жизни людей Помимо этого В его Центуриях Про 1986 год Говорилось следующее Многие будут ждать Пришествия ангелов с неба Но придут не ангелы А черные тучи Но гораздо менее Завуалированно Эти события Предсказал и режиссер Андрей Тарковский В своем фильме Сталкер Снятым по мотивам Романа братьев Стругацких Пикник на обочине По сюжету Вследствие падения Метеорита на земле Появляется некая зона В которой начинают Происходить Всякие Аномальные явления Ее периметр Оцепляют колючей проволокой И охраняют военные Пейзажи Показанные в кино Очень напоминают Зону отчуждения В Припяти А в контексте При аварии на ЧАЭС Сталкер Как будто бы Приобретает новые смыслы Спустя десятилетия Фильм Тарковского И чернобыльская трагедия Стойко переплетены В сознание зрителя Есть и другая Примечательная история Связанная с Чернобылем В 18 веке Здесь обосновалась Фанатичная Старообрядческая Секта Духовным лидером Которой Был некий Иларион Петров Со странным прозвищем Коровьи ножки Секта состояла Из безграмотных Мужиков Отвергавших Государственную власть И военную службу Они отказывались От паспортов Считая что На документах Лежит несмываемая Печать Антихриста Собственно Его прихода Они и ожидали В лесистой местности Чернобыля И из-за этого Получили название Чернобыльцы Пройдут два столетия И название Чернобыль Станет известным Всему миру Оно превратится В синоним Смерти Страха Страдания И боли И многим Будет казаться Что именно С этого древнего города Начнется Царение Антихриста В мире Иларион Коровьи ножки Непостижимым Образом Предвидел Где нужно Дожидаться Конца света Другая группа Чернобыльцев Появилась уже После техногенной Катастрофы В нее вошли Семь русских Ученых Выживших После аварии Их коммуна Находится На греческом Острове Гавдос Отрезанная От внешнего мира И полностью Самодостаточная Группа Стремится Достичь Невозможного Бессмертия Основатель Этой группы Андрей Подвергся Воздействию Большого количества Радиации После рабочей Поездки В Чернобыль Вскоре После взрыва Ему Посоветовали Отправиться В клинику В Москве На лечение Он знал Что никакие Таблетки Не могут Спасти его Поэтому Он решил Поселиться В маленькой деревне И прожить там Остаток Своей жизни Подобно герою Популярной Компьютерной Игры Сталкер Он пил водку Чтобы вывести Токсины Но Вскоре Он понял Что такого Лечения Просто Недостаточно И стал Искать Выход Философии И Эзотерики Физик Ядерщик Начал собирать Вокруг себя Последователей Среди Ученых И коллег Компания Принялась Углубленно Изучать Духовные Практики Чтобы сформировать Способ мышления В котором Могли изменить Их собственные Организмы С помощью Силы воли Они верили Что благодаря Сознанию Медитации И избавлению От наших Традиционных Представлений О жизни И смерти Мы можем Существенно Перепрограммировать Наши физические Тела Чтобы Никогда Не умереть Группа Существовала Десять лет Прежде чем Переехать На греческий Остров За это Время Она Разрослась До 30 Человек Как утверждают Местные Жители Русские Построили На острове Таинственные Лаборатории Где проводили Эксперименты И ритуалы Их жизнь Окутана Тайной По словам Журналистов Побывавших На острове Сами ученые Говорят Что их Исследования Лежат В более Глубокой Области Чем Бессмертия Они хотят Достичь В следующей Стадии Человеческой Эволюции Является Ли Совпадением То что Андрей И нескольких Других Членов Общины Получили На станции Чрезвычайно Высокую Дозу Радиации Сложно Ответить Однозначно Может быть Зона Отчуждения Подобна Зоне Из фильма Тарковского Способна Выполнять Желание В том числе Даруя Вечную Жизнь А что Что Там Происходит Сейчас В Припять Любят Ездить Любители Острых Ощущений Они Жаждут Увидеть Там Местных Обитателей Окутанных Страшными Легендами В первую Очередь Конечно Чудовищных Животных Мутантов А может Кого И пострашнее Ведь Эта Заброшенная Местность Видела Немало Человеческих Трагедий И смертей А значит Изобилует Историями О привидениях Андрей Харсуков Ядерный Физик Рассказывал Одну Такую Историю После Посещения Области В 1997 Году Я пошел На электростанцию Если не ошибаюсь В 7.30 К реактору Где Произошел Взрыв Но Не мог Войти Внутрь Из-за Радиации Когда Я взял Показания То Услышал Как Кто-то Кричал О спасении От пожара Внутри Я Сразу Же Побежал Наверх Чтобы Рассказать Об этом Но Мне Ответили Что Я был Первым Человеком За Три Года Открывшим Дверь Комнаты Управления Реактором Единственный Способ Попасть Внутрь Только Через Эту Дверь Если Кто-то Вошел В реактор Когда Я Не Смотрел То Просто Бы Сработала Сигнализация Но Кто-то Или Что-то Точно Было Внутри В тот же Множество Легенд О Деформированных Истранных Существах Вблизи Чернобыля Можно Найти По Всему Интернету Если Отбросить Совсем Уж Спекулятивные Публикации В блогах И Так Называемые Свидетельства Очевидцев О Двухголовых Людоедах То Под Мутантами Обычно Подразумеваются Животные Которые Получили Дозу Радиации После Катастрофы На АЭС За Минувшие С момента Катастрофы Три Десятилетия В сети Неоднократно Появлялись Фотографии И Видеозаписи С якобы Мутировавшими Животными Птицами И Рыбами Одна Из Наиболее Известных Записей Запечатлена Плавающих Прудоохладителей ЧАЭС Гигантских Самов По Словам Очевидцев Вес В 50 С лишним Килограмм Является Следствием Воздействия Радиации Рыбаки Знакомые С этой Самы Если не мешать Им нагуливать Жирок Регулярным Выловом Легко Вырастают До 100 И более Килограмм Если Обратиться К научным Работам То По их Данным Авария В Чернобыле Парадоксальным Образом Лишь пошла На пользу Местной Фауне Популяции Диких Животных Таких Как Лоси Косули И кабаны В зоне Атомной Электростанции Достигли Численности Сопоставимой С популяцией Этих А популяция волков Так и вовсе Выросла В несколько раз То есть Звери Не просто Захватили Территорию После ухода Людей Но и Сохранили Возможность Размножаться И успешно Адаптировались Однако Что же С мутациями Стали ли Коровы Рожать Телят С двумя Головами Похоже Что нет Одно Из исследований От 2004 Года Проведенное Международной Группой Ученых Рассказывает Нам о том Что животные В целом Куда легче Чем люди Перенесли Последствия Аварии Например На обитателей Водоемов Радиация Не оказала Почти Никакого Эффекта Более Того Появляются Новые Поколения Радиорезистентных Животных Которые Лучше Приспособлены К жизни В подобных Условиях Безусловно После аварии Были Замечены Некоторые Сильные Мутации Однако Телята С отклонениями Рождались И раньше Они Как правило Очень быстро Умирали А после Катастрофы Люди стали Больше Обращать Внимание И объяснили Это Влиянием Радиации Чему Точно Нанесла Урон Чернобыльская Авария Так Это Мирному Атому Существует Даже Версия Что Все Подстроили КГБ Якобы Советские Спецслужбы Устроили Взрыв На ЧАЭС Из Страха Повторения Катастрофы Европейские Государства Свернули Свои Ядерные Энергетические Программы Из-за Чего Впали В зависимость От Советского А позже Российского Газа Правда Это Несмотря На все Попытки Запада Перейти К Зеленой Энергетике Были Различные Истории Связанные С участием Инопланетян В дни Предшествовавшей Аварии Было Несколько Сообщений Очевидцев О Неопознанных Светящихся Шарах В этом Районе Включая Надстанции Через Несколько Минут После Взрыва Большинство Энтузиастов НЛО Утверждают Что Инопланетяне Были Там Чтобы Помочь Предотвратить Дальнейшее Разрушение И Возможность Смертельного Термоядерного Взрыва Газета Правда Рассказала Что Сотни Людей Действительно Видели НЛО Парящей Над станцией Целых Шесть Часов Издание Предположило Что Половина Европы Была Спасена Инопланетянами Якобы НЛО Снизил Уровень Радиации Почти В четыре Раза Авария На Чернобыльской Атомной Но Несмотря На Апокалиптические Предсказания Она Не Стала Концом Света С Другой Страны Может Быть Он Просто Растянулся Во Времени Чему Верить А Чему Нет Выбирай Сам И Не Оборачивайся Хочешь Больше Мистических Историй Тогда Подписывайся На Мой Канал Ставь Лайк Этому Видео А В Комментариях Пиши Какие Легенды Связанные С Чернобылем Ты Слышал Это Был Ти Пока Продолжение следует